Приветствую вас, милая участница третьего потока марафона женственности. Меня зовут Катрин, я участвую в марафоне под таким ником, и это мой видеоотчет. Я, конечно же, очень волнуюсь, и поэтому заранее прошу прощения, если что-то будет не так, в общем. Вчера вечером перед сном, я думаю о том, что рассказать о своем видеоотзыве, написала список того, что мне принес марафон. И я хотела бы его как раз зачитать, потому что мне, наверное, так будет легче. И вот он. Марафон помог мне слышать себя, ценить себя, следовать за светом в моем сердце, любить, доверять, быть собой, не бояться быть собой, получать и принимать комплименты. По поводу получать и принимать комплименты, за время марафона, а это мой второй марафон, я получила просто огромное количество комплиментов о том, как я хорошо выгляжу, о том, например, какая у меня прекрасная кофточка, или какое красивое платье, или какие у меня прекрасные волосы. Я была настолько внутренне благодарна всему этому, просто не передать словами. Опять же, быть благодарной и счастливой, практика «10 благодарностей» — это, ну, кому я рассказывала? Вы сами, наверное, все знаете, как это очень благодарно действует на жизнь и на ее изменения. Также марафон помог мне быть женщиной и принимать свою природу. Я научилась чувствовать свой темп жизни, научилась чувствовать нашу женскую энергию. И мне настолько стало приятно и легко находиться, ну, просто быть женщиной. Хоть у меня, может быть, это не всегда хорошо получается, но пойдем дальше. Также отличная практика «Что сделала для себя». Вот в какой-то момент у меня появилось такое озарение, а действительно, что я сделала для себя. Потому что, на самом деле, как казалось, 5 минут того, что тебе действительно хочется, намного будет полезнее и качественнее, чем, там, 30 минут того, что тебе кажется, что ты делаешь, это для себя. Вот, опять же, это помогло больше слышать себя. Взглянуть с разных сторон на то, какая я. Увидеть свои качества, достоинства, увидеть свои слабые места. И самое, одно из, ну, такой приятных приобретений во время марафона, я научилась быстро справляться с тяжелыми эмоциональными состояниями. То есть у меня был такой момент, когда произошло, ну, просто было, ну, очень было тяжело эмоционально. И за быстрый период я смогла восстановить свое душевное спокойствие, душевную гармонию внутри себя. В общем, я отследила этот момент, и это, опять же, благодаря марафону. Еще, дополнение. Я научилась чувствовать свои границы, ставить эти границы. Если мне что-то не хочется, я говорю нет. Если мне что-то хочется, я научилась говорить этому да. И это очень круто изменило мою жизнь. Улучшились отношения с окружающими. По крайней мере, мне стало много легче вообще строить эти отношения, не париться по многим вещам. В мою жизнь вернулось, когда я начала проходить марафон, вернулось очень много людей из прошлого. По большей степени это было, были, конечно же, парни. И я освобождалась от отношений прошлого, которые прям с большим облегчением вздохнуло от того, что это было, и я стала просто это принимать с легкостью, из большой благодарности за то, что это было в моей жизни. Опять же, прошу прощения, просто эмоции переполняют. Улучшились отношения с мамочкой. Улучшились отношения с папой. И вот буквально после того, как закончился марафон, мне позвонила мама и предложила мне съездить отдохнуть за границу. У меня 27 января был день рождения, мне исполнилось 25 лет. Тогда же стартовал марафон. Извините, пожалуйста. И вот буквально после того, как закончился марафон, мама позвонила мне и сказала о том, что мы тебе не дарили ничего на твое день рождения. Хочешь ли ты поехать за границу? Вот такой был приятный подарок от моей любимой мамочки. Для меня это на самом деле очень ценно. И, наверное, это... наверное, самый лучший подарок, который был после того, как закончился марафон.